День воскресный, день чудесный! Прямо сейчас, в рамках одного часа, мы с вами проживем 32 года жизни врача из региона. Вы просили, Дмитрий, сними нам человека с хорошей, важной профессией. Не вот этих вот инфо-цыган, надоели они уже везде. Покажи нам, как люди честным трудом, благим трудом зарабатывают деньги. И прямо сейчас у меня для вас такой выпуск. Харизматичный молодой врач детально расскажет свой путь. Почему он выбрал эту профессию, а не пожалел ли он о ней, почему он переехал в Москву, в каких городах он еще старался строить свою карьеру. Обо всем этом и многом другом в этом выпуске. Тайм-коды уже ждут вас в описании, ролик пролетит на одном дыхании и останется очень полезным. Поэтому без промедления мы начинаем. Прямо сейчас, приятного просмотра! Знакомьтесь, друзья, Глеб, 32 года. Глеб, чтобы у людей была ясность, давай расскажем кратенько, где родился, где жил, куда переехал и как ты добрался до Москвы. Я родился в городе Сочи в 1991 году. Там прожил получается 18 лет, получал образование, средняя школа и все остальное. В процессе обучения своего, так как моя мама сама работала доктором, и отец был доктором, мы оба, скажем так, варились в этом всем котле в медицине. Я там с малых лет слышал о том, как, не знаю, они принимают пациентов, как они на скорой выезжают к ним на домой. И все это было достаточно интересно для меня. Ближе уже к окончанию школы вопрос не стоял, что мне нужно стать врачом самостоятельно. И я хотел получить высшее образование. К сожалению, в Сочи на тот момент высшего образования не было, ну и, собственно, до сих пор и нет его. Поэтому было принято решение получить его в том месте, где была возможность жить спокойно. Потому что в общежитии я жить не хотел. Поехал в Красноярск, там осталась квартира у мамина от бабушки с дедушкой. И, соответственно, поступил в ВУЗ там. Меня мама привезла из Сочи, на поезде мы с ней вышли, на перрон она такая. Помахала мне ручкой и сказала, все, Глеб, теперь у тебя 18 лет, теперь ты взрослый человек, абсолютно иди, как говорится, наслаждайся жизнью. И я пошел. Не болей, как говорится. Смотри, проживал в Сочи, мама твоя проживала там, как мы выяснили, в силу того, что она замучилась жить в Красноярске в силу климата. Хотелось ей погреться, она в 24 года, в свои молодые, переезжает в Сочи. Ты же 18 лет переезжаешь туда, что это была за квартира? Это была трехкомнатная квартира, да, в центре города, да, между прочим, но с бабушкиным ремонтом. То есть там не было условий, скажем так, которые более-менее комфортные, более-менее для быта подходящие. Их не было от слова совсем. А поступаешь ты в какой университет? Это был Красноярский государственный медицинский университет. И на какую специальность? У нас там делится стоматолог, лечебное дело, педиатр. То есть я лечебное дело. То есть прошел на общего врача, общего профиля. Таким образом, ты заканчиваешь обучение в Красноярске, и нужно начинать работать. Что было дальше? Закончил обучение. Дело в том, что после, так сказать, высшего шестилетнего обучения у меня еще осталась интернатура. Год я ее тоже закончил. Параллельно я уже работал в фитнес-клубе, там, врачом по лечебной физкультуре. Ну, думал о том, что мне нужно немножечко коммуникативных навыков наработать. А там была VIP-среда, то есть такие пациенты, ой, пациенты, посетители очень-очень-очень, да, финансово-денежные. Мне было интересно пообщаться именно с ними с точки зрения взаимодействия, тем более пока я был молодым. Меня немного не устраивало качество обучения, то есть в интернатуре мне не, ну, скажем так, из года обучения, именно реальных, полезных было где-то, наверное, месяца полтора. То есть мне не хватало именно клинических случаев, разборов, погружения в пациентов, этого не хватало. Поэтому с мыслями о том, что мне чего-то не хватает, я пошел в поликлинику по месту жительства. Потому что когда у нас тоже было, заканчивался шестой год обучения, нас собрали всех в ВУЗе и сказали, закрыли всех в зале и сказали, господа, те, кто у нас сейчас пойдут и заключат договора с местными поликлиниками, мы их всех отпускаем, и вы интернатуру проходите бесплатно. Если вы, соответственно, не заключаете договор, то вы можете даже не заканчивать этот ВУЗ, потому что мы работы вас не обеспечим, вас никуда не возьмут. О как, о как интересно, ровно то, о чем некоторые из вас спросили. Сними про врача, который сможет рассказать какие-то детали, где ты работаешь сегодня. Мы расскажем, потому что человек растет, 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 в том числе и по карьерной лестнице. Начиналось вот так вот. И ты отправляешься в поликлинику. Да, мне пришлось, ну, вот это вот запугивание сработало отчасти, потому что, опять же, это все вот такие способы немножечко воздействия на людей, когда тебя просто выталкивают в коридор, стоят столы, как ряды такие, и сидят представители от поликлиник. И ты выходишь просто в открытый, скажем так, мир, и тебе говорят, у тебя есть полчаса, иди найди среди них тех, кто, ну, как говорится, возьмет тебя на работу. Заключив договор, собственно, подходя уже ближе к делу, мы вышли, в итоге я, закончив 6 лет, вышел в поликлинику, и столкнулся с тем, что в отсутствии клинического опыта, в отсутствии полностью какой-то подготовки и понимания работы с пациентами, ты садишься на прием, и к тебе приходят люди с реальными проблемами. А как лечить их, ты особо не знаешь, потому что в книге-то написано, а ручками, так сказать, ничего не делал. Потому что книга – это книга, когда клинический опыт, его не заменить ничем. Ну, и так везде, я думаю. Ты можешь там десятками часов погружаться в какую-то тему, но пока ты не начнешь руками что-то делать, ты, собственно, этот опыт не приобретешь. Соответственно, приходили различные очень пациенты, там и тяжелые бабушки, и уже умирающие больные. Есть такой вид помощи, называется палеотивная. Когда мы человека уже спасти не можем, ничего ему предложить качественно не можем, мы можем ему только облегчить состояние. Это называется палеотив. И таким людям, кроме как, ну вот смотря на них и понимая, что они уже умирают, кроме как предложить им наркотические анальгетики, ты уже не в состоянии быть ничего. Контингент тех пациентов, они привыкли к тому, что помощи они там не дожидаются. Поэтому это постоянный прием вне очереди, это люди, которые уходят с приема и проклинают тебя, потому что они не получили обследование, допустим, на УЗИ сердца. Нам выдавались, говорили, вот у вас есть месяц 30 дней, у вас есть 4 талона на УЗИ сердца, и неинтересно, что у тебя там в день 30 человек, 40 человек приходят на прием, ты должен эти 4 талона используешь, у тебя 1 талон в неделю. А запросов на УЗИ сердца, допустим, ну не знаю, там 20 в неделю. И ты 19 говоришь, что ты пытаешься их ранжировать самостоятельно, чтобы понять, кому нужнее, кому тяжелее. Потому что кому-то нужно диагностику плановую пройти, но ты им говоришь, нет. У кого острое состояние, ты, естественно, его ближе пытаешься, или кого-то госпитализация на операцию, ты их стараешься продвинуть. И те, которые, конечно, недополучают этих возможностей, они не понимают, что это не ты плохой, это просто система такая. А вот когда ты обращаешься к вышестоящему, там, допустим, главврачу говоришь, типа, смотри, вот такая есть проблема, которую ты сейчас нам рассказал. Как вышестоящие руководства на это реагируют? Они же дают какой-то ответ. О, блин, надо улучшить. Или ссори, или как? Какой вообще ответ происходит? Ответ очень прост. Они говорят о том, что у нас есть один доктор на весь район, который умеет делать УЗИ сердца, и к нему очередь на 2 недели вперед. А найти второго доктора? Найти второго доктора не представляется возможным, потому что кто пойдет в поликлинику работать вторым доктором? Это либо, не знаю, за какие-то прекрасные деньги, которых тогда не было, зарплаты были, ну, 28-30 тысяч рублей, это был 2016 год, получается. То есть там, ну, найти специалиста именно второго, который бы сел рядом и открыл бы, соответственно, этот весь, возможность, их его не было. Суммарно я выдержал, по-другому не могу сказать, я выдержал там около 8 месяцев с перерывом на дообучение, после чего, соответственно, я и переехал в Москву. В последний месяц твоей работы, когда ты уже понимаешь, что не, хорош, я поехал, до свидания, сколько ты получил зарплату? Чистыми, вот за вычетом всего. За вычетом всего на руки это было 31 тысяча рублей. Денег на жизнь, ну, скажем так, впритык нахватало, вот, но я понимал, что, ну, на 31 тысячу рублей, как говорится, дальше будет светлого точно нет. Кстати, друзья, а вы знаете, что в науке существует понятие черного ящика, как некой системы, устройство которой так сложно, что исследователи даже не пытаются в него вникнуть. Они видят, что есть на входе и довольствуются тем, что получилось на выходе. А вот бухгалтерия действует по схожему принципу. Ее деятельность регулируется таким числом законов и подзаконных актов, что понять, как это работает неподготовленному человеку, практически невозможно. Именно поэтому уже более 600 компаний по России доверили свою бухгалтерию первому бухгалтерскому конвейеру МАКО. Первый в России бухгалтерский конвейер МАКО-эксперт гарантирует, что вы передаете свое предприятие в руки высококвалифицированных специалистов, получая при этом полную материальную ответственность. МАКО освободит вас от бремени поиска профессиональных кадров, поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата, может заменить всю бухгалтерию или взять на себя определенный участок работ. А самое главное, МАКО сделает ее понятной и прозрачной. А высокая производительность у МАКО достигается за счет разделения труда. На вас будет работать не один сотрудник универсал, а 6 специализированных департаментов. Каждый сотрудник МАКО-эксперт выполняет ровно одну небольшую операцию, но знает он ее досконально от и до, поэтому ошибки сведены к нулю. А еще ребята успешно сдерживают рост стоимости услуг и по-прежнему предлагают своим клиентам обслуживание по ценам 2014 года. Всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. И все это доступно в любой точке России. Подключайтесь к МАКО. Теперь всегда первый месяц бесплатно. А ссылочка на МАКО-эксперт уже ждет вас в описании. Москва, Москва, как много в этом слове. Да кому она нужна, эта ваша Москва? Тем не менее, из Красноярска ты решил поехать ни в Сочи, ни куда угодно. Ни в Екатеринбург, ни в Уфу, а именно в Москву. Почему? Очень такая интересная была ситуация, связанная с этим. Я долго думал, пока работал в поликлинике, о том, что мне нужно что-то менять, куда-то ехать. Потому что мне хотелось изначально быть кардиологом, врачом. А закончив образование, я мог выпуститься только терапевтом. И чтобы стать кардиологом, мне нужно было пройти доп. обучение. Мне очень сильно хотелось именно вот этого получить. И я искал варианты. Думал, ну где лучше образование? Образование лучше всегда в столице, в Москве, это в Питер и Москва. Приезжаю в Москву. И заселяюсь в очень известный хостел. И заселив, что там представляется? Такие комнатушки, наверное, метров 15. Двух уровневые нары, которые идут вдоль стен. И где-то, ну получается, около, наверное, 12-10 человек в одной комнате. На лагерь заехал. Да. Красиво зашел. Так. Учитывая, что это Москва, учитывая, что это центр города, это было рядом с Новослободской. Контингент был весьма разный. То есть там люди, с которыми косвенно так сидишь и общаешься, они говорят, у меня там свой бизнес, у меня там свои вложения. Банк, у меня свой банк. Да, да, да. Сейчас чуть-чуть, буквально 10 дней здесь перекантуюсь. Перекантуюсь и там, не знаю. В сети ремонт закончится у меня в апартаментах на 350 квадратов. Переезжают, да. И сразу, сразу переезжают, да. Люди были очень разные. Была одна ситуация, когда, ну, про тараканов вообще молчу, как говорится, этим уже никого, наверное, не удивишь. Была ситуация, что где-то на седьмой-восьмой день, вернувшись на свое место, койко-место, я так лег, поднимаю глаза наверх, а там 5 или 6, я сейчас, честно, не помню, но около 5-6 тайских девочек. Такое. Ну, я так понимаю, что они уже были совершеннолетние, но они сидели в мужском, напоминаю, это был мужской номер. Они сидели в мужском номере напротив меня и мило улыбались, смотря на меня. А вот с этого момента поподробнее. Ну, вот, посмотрев на них, как-то, ну, меня это немножко смутило, вот, видимо, окружающих это не смущало, спустя где-то буквально, наверное, часа 2-3 их оттуда все-таки высели, возможно, была какая-то временная передержка. Но по-русски они не понимали, куда они уехали, их потом никто никуда не видел, поэтому вот такой вот тоже опыт. На восьмой день я нашел себе работу, на девятый день я нашел себе жилье. Это был прием амбулаторный врача-терапевта в клинике, которая занималась амбулаторным поликлиническим именно приемом. То есть здесь не было стационара, это приходили люди, обращались с острой болью, кто там, кто у кого было ОРВИ, респираторные вирусные инфекции, у кого-то там живот прихватил. То есть обычный терапевтический прием только в рамках Москвы и в центре города. В государственной клинике не понравилось количество бумаг, отсутствие возможности реально людям помочь в моменте. Не знаю, как сейчас, я ничего плохого никогда не хочу сказать про то, что сейчас, но то, что когда я тогда столкнулся, я уже говорил, про возможности диагностики, они очень скудные. Про возможности, допустим, узкого специалиста, такому пациенту, который действительно на дому плохо ходящий, нуждающийся, тоже это ждать по полтора, по два месяца. Ну, те доктора, которые, если нас вдруг посмотрят, они меня поймут, и это все для них будет не новостью ни в коем случае. Я в твой карман ни в коем случае не лезу. Ну, просто так уж сложилось, что людям иногда интересно понять, вот сколько тебе дали оклад, сколько ты получал чистыми. И вот эти вот эмоции, ты заходишь, что-то прям реально на уровень выше, на голову выше, все есть, все работает. Вот поделись, пожалуйста. Если говорить про финансы, то, как я уже говорил, 31-32 тысячи рублей, это было в Красноярске, это ежемесячный доход. В Москве сразу вот на входе, это был 2017 год, да, переход, там была зима, там 72 тысячи рублей, это уже наружу. Ну, в два раза больше. В два раза, да. Ну, не забываем о том, что и расходная часть сразу совсем другая. А с точки зрения работы, вот инструменты и прочее, прочее, все, что нужно. В этом плане тоже разница, ну, колоссальная. Во-первых, работа была в, сейчас, наверное, никого этим не удивишь, но тем не менее, в персональном компьютере, то есть в поликлинике, у нас, да, ручка, бумажка и поехали писать асфот. А, то есть ты у нас умеешь вот это, да, раз, два, три, четыре, пять, а потом подходишь, типа, арбидол. Да, да, да. Три раза в день, блин. Да, ну, главное, что фармацевты нас понимают в аптеках, да. Возможности были колоссальные, потому что было в клинике и МРТ, и рентген-диагностик, и УЗИ, когда тебе нужно. В общем, весь спектр твоих возможностей, он открылся. Офигелка, зашел, такой, фига, знаешь, такой, ходишь, смотришь, а сам такой, да, ну, нафиг, это же МРТ. Самое настоящее, да, да, никогда его в жизни не видел, тут сразу можно было пациенты. Окей, сколько лет ты проработал в этой клинике? Суммарно два года. Два года, но при этом ты потом начал снимать квартиру, что это была за квартира, сколько ты за нее платил? Ну, у меня была идея фикс о том, что я слышал проблемы в Москве какие, это длительность езды до работы, я не хотел там полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую, вот. Поэтому у меня была идея такова, найти работу, а рядом с ним снять потом жилье. Это была, получается, комната в двухкомнатной квартире, это была субаренда, как потом я выяснил, то есть это была неофициальная аренда. Почувствовал, да, ты как ребята здесь шевелятся субаренда, это простыми словами, я снимаю двухкомнатную квартиру у тебя и потом начинаю ее пересдавать Глебу и другим товарищам. И таким образом я сижу, понимаете, мясо такое, ем, а вы работаете. Там, получается, 12 было квадратов, и я платил 18 тысяч рублей. Нюансы были какие? Вот эта вот комната, она, когда я пришел, мне ее показали, сказали, вот живет дочка, вот живет мама. Дочь мне сказала, мама скоро уедет. Так получилось, ничего плохого сказать не могу, но когда я уезжал, мама до сих пор не уехала, то есть мама оставалась жить. Потом, к сожалению, у нее случились проблемы со здоровьем, и она была вынуждена, ну, оставаться дома постоянно. То есть вот это состояние, когда ты приходишь домой, и за стеной, за твоей 24 на 7 сидит человек, вот это, ну, морально давит очень сильно. Грубо говоря, нет желания там бегать голышом по квартире, но отсутствие этой возможности, оно очень сильно гнетет и давит. То есть ты чувствуешь, что ты постоянно с кем-то вот через стенку, кто-то там постоянно есть, плюс там еще были две собаки, которых они потом решили размножить, соответственно, да, на продажу. Потому что они были очень красивые, породистые, хорошие собачки, вот, они решили, соответственно, их размножить. То есть это потом появился выводок собак, то есть шесть собак, вот, две соседки, соответственно, и комнатушка на 12 квадратов. Ну, при этом, да, мы были чистоплотные, а с точки зрения того, что не было каких-то там вони в квартире, я не знаю, там, ванна, туалет не убрана. Ну, то есть, знаешь, такое все, что связано с неопрятностью человека. Ну, сказать, что прям было совсем грязно, я не могу сказать, периодически все-таки уборка была, вот, но некоторая неряшливость, она присутствовала. Ну, опять же, на все это накладывается на ремонт, там не было какого-то прекрасного ремонта, то есть, в зависимости от этого, люди все равно, если ремонта нет, они как бы, ну, не так стараются все расставить аккуратно. Ребята, вот вам, пожалуйста, реалии, я тебя прекрасно понимаю, потому что, в принципе, каждому человеку вот свое личное пространство, оно необходимое. И вот, когда ты находишься вроде бы в своей комнате, но, опять же, ты слышишь соседей, это абсолютно можно понять. И хочется сказать, наверное, кому-то в комментарии, ну, нравится, не нравится, переехал бы. Народ голосует рублем. Снять квартиру полноценную, это сразу тысяч 30-35, а если поближе к работе, это, как правило, 40-45 спокойно. Вот и, пожалуйста, таким образом ты за квартиру заплатил, до работы доехал, а дальше ты живешь на сухом пайке. Все, что это за работа? Пометуя о том, что квартира трехкомнатная в Красноярске все еще существует, в центре города, хоть она и без ремонта, но своя, это очень сильно ностальгически тянуло к себе обратно. Я приезжал в Москву для чего? Для того, чтобы получить образование. Я его получил, я специально спросил у коллег, где, ну, скажем так, самое жесткое обучение в Москве, где учат хорошо на кардиолога. Мне сказали место, я туда пошел, проучился, получил образование и для себя это некий такой вопрос. Задачу выполнен. Да, с галочку поставил. Соответственно, дальше я, анализируя ситуацию вокруг, понимаю, что, ну, какие перспективы? Я живу в съемной квартире, но, тем не менее, перспективы того, что там есть трехкомнатная квартира, они начинали манить. И, соответственно, приняв решение о том, что, ну, здесь я получил, что хотел от Москвы, я решил вернуться в Красноярск, в Сибирь. Приехав в Красноярск, я уже вернулся туда не просто врачом, терапевтом, кардиологом, а это очень сильно прослеживалось, вот эта вот связь с тем, что это московское образование. И про меня даже, когда я уже устроился в частную клинику, про меня говорят, это врач из Москвы. И это очень сильно как знак качества работало для пациентов. Из Москвы? Из самой Москвы, да, приехал доктор. Соответственно, очень хорошо это сказывалось на доходимости людей, то есть это работало как такой некий, ну, крючок. Поэтому я устроился в частную клинику, решил продолжить не менять традицию, немножечко поменялся профиль пациентов. Дело в том, что в Москве я работал в клинике, которая занималась ДМС направлением, это добровольный полис медицинского страхования, часто очень это дают работодатели. Поэтому, когда, ну, сами если нас будут смотреть люди, если у тебя есть полис ДМС, ты можешь по любому поводу и без повода, есть желание иногда прийти к доктору пообследоваться. Поэтому в среднем контингент таков, кто приходит на прием к врачу по ДМС, если и есть жалобы, то они небольшие. Где-то чуть-чуть что-то дополнительно гипертрофируется, где-то наоборот убирается, но общая суть такова, что тяжелых именно, конкретно тяжелых пациентов нам немного. Поэтому клинического опыта все еще не хватало. Был богатый уже знание, знания заложили просто прекрасно, это честь и хвала, как меня обучили. Но клинического опыта хотелось интересных пациентов. И у меня поменялся вот этот профиль, то есть я попал в Красноярск, в частную клинику, там была категория наличных пациентов. То есть если в первой клинике я работал, ДМС было 90%, то в клинике в Красноярске ДМС было 5-10%. И мы понимаем, что человек готов потратить деньги только тогда, когда ему действительно уже стало плохо. Хана, слово хорошее, хана. Приперло, да. И еще была такая суть, что в Красноярске не так много пунктов действительно качественной, хорошей помощи. Поэтому та клиника, куда я устроился, она достаточно была на слуху, и оттуда люди со всего Красноярского края приезжали. Были очень много таких пациентов, которые 30-40 лет копили свои болячки. И тут они приехали за 30 минут к врачу решить все свои проблемы. Было очень такое. Это о чем говорит? Большой пукет заболеваний, они пришли к тебе на прием и поехали. Ты первые 20 минут только выясняешь, что именно беспокоит человека. Зарплата? Зарплата на тот момент, с учетом того, что года идут, инфляция меняется. В Красноярске тогда был заработок 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей раз, и за квартиру ты плачешь только коммуналку. Ну коммуналка это вот сколько примерно там? Ну суммарно где-то на те годы было наверное тысяч пять, я думаю. Было желание такое взять, получить все деньги и потратить их все на себя. Но так или иначе там у родителей чуть-чуть там, чуть-чуть там, как бы чуть-чуть отложить на черный день, как говорится. И так сказать, что прям жил на все деньги, не могу. То есть частично может быть тысяч на 40, на 50 жил, все остальное либо там родителям, либо откладывал на будущее, на черный день, так сказать. Потому что без подушки безопасности у меня был один такой период в жизни, когда я собственно попал на обучение. Я все деньги свои отдал за обучение, там достаточно немаленькая сумма. И осталось там буквально 10-15 тысяч рублей, вот тогда это был просто такой стресс. Я заполнил его на всю жизнь, с тех пор стараюсь подушку безопасности мне это не менять. Приходили люди, действительно, иногда бывает такое ощущение, его, наверное, некоторые врачи меня поймут, ни с чем не спутают. Допустим, ты начинаешь снимать электрокардиограмму и видишь какая там, ну, можно просто сказать, какая там жопа у человека сейчас именно в моменте. И начинает по телу бежать холодок, начинает проступать пот. То есть у тебя сразу как такая интуиция, сразу включается, что тут с человеком, ну, плохо все. Ты смотришь на его внешний вид и понимаешь, что либо ты с этой ситуацией клинической не встречался, либо ты, допустим, не знаю, встречался, но понимаешь, что ему там счет идет на минуты, на часы. Поэтому если ты тяжелый пациент, сразу же вызываешь себе бригаду, оказываешь первую помощь, благо уже знания-то были. Если какие-то это такие сложные вопросы, скажем так, хронического толка, у меня, получается, с Москвы остались связи по докторам, и в том числе и профессора, которых я очень сильно люблю и уважаю, которым я мог всегда позвонить, проконсультироваться. Да, потому что, ну, ты не можешь знать все. Ну, конечно, это круто. И не любой профессор даже может знать все. Но когда у вас есть возможность поделиться знаниями, то есть ты что-то скажешь, он что-то скажет, и вы суммарно человеку, да, можете помочь. Поэтому, когда были сложные ситуации, с которыми я не мог справиться, я обращался за помощью к своим старшим коллегам. Таким образом, с 2018 по 2021 год ты живешь в Красноярске и работаешь в этой частной клинике, набираешься себе уже действительно прям практического опыта. Что повлияло опять на решение вернуться из Красноярска и снова в Москву? Немножечко было перепитие событий. Дело в том, что работав к врачам, врачам-кардиологам, врачам-терапевтам на приеме, на абулаторном, я понимал, что клинический опыт – это очень классно, это очень здорово. Мне нравилось помогать людям, действительно, которые приходили к тебе с проблемой, и ты им давал ответ, ты им давал решение. Немножечко начали амбиции прорываться. То есть захотелось немножечко чего-то большего. У нас так получилось, что в нашей клинике освободилась ставка главного врача, его сократили, убрали по роду разных причин. Я пришел к своему директору, говорю, я хочу быть главным врачом. Она на меня посмотрела, сказала, Глеб Александрович, конечно, все очень здорово, но у вас нет опыта, до свидания. Я понял, что нет, так нет, прошел месяц, и у меня раздается телефонный звонок на мобильный. Мы слышали о том, что каким это образом, я не знаю, но, видимо, она с кем-то там обсудила этот вопрос. Мне из другой клиники предложили стать главным врачом, прийти просто на собеседование. Не то, что прям сразу стать, а прийти на собеседование. Я пришел на собеседование, рассказал о себе, о своем опыте, о том, ну, как я вижу развитие клиники, дал ряд моментов сразу на входе, что можно было сразу же изменить. Вот, меня посмотрели и, видимо, решили, что дать шанс. Поэтому третий год, получается, в Красноярске я уже работал главным врачом. Проработав главным врачом, условия, почему там, ну, освободилась ставка главного врача, вот там, где я работал, там было немножечко вопросы с руководством, поэтому я принял решение, что дальше работать на этом месте не хочу и не могу. Ну, кратенько, руководство было завышенными требованиями или что? Почему все уходили оттуда? Что оно там? Не так себя вело как? Ну, да, оно, скажем так, к работникам относилось несколько скептически к их возможностям функциональным. То есть, немножко, часто очень критиковало за плохо, как им казалось, выполненную работу, не давало развиваться. То есть, какие-то предложения, если ты вносил, тебе говорили, ну, нет, это неинтересно, на это нужно дополнительные средства, это деньги. То есть, никакого какого-то общего такого развития дальше, вширь, не предлагалось. То есть, когда ты становишься главным врачом, твоя задача генерировать выручку. То есть, ты начинаешь работать с врачами, работать с пациентом потоком, да, какие-то новые, сказать, источники, давайте мы там, не знаю, заключим договор с этой организацией, пообследуем там людей, чисто как диспансеризация, профосмотр. Вот. В данном случае это ограничивалось, то есть, ну, немножечко сковывало. Но при этом сколько у тебя, как у главного врача, уже была зарплата? На тот момент зарплата, кстати, это был еще один из моментов, учитывая, что я был, скажем так, начинающий специалист в плане главного врача, зарплата у меня варьировалась от 90 до 120 тысяч рублей в зависимости от выполнения плана. Ну, 120 получал? 120, да, на руки было, да. Но это было один-два раза в месяц. Таким образом, не сошлись с руководством, и ты выруливаешь опять, говоришь им, ребята, до свидания. Почему Москва? Я понял, что получив такой опыт работы, главный врач, кардиолог, с хорошей такой школой, потому что плохого, надеюсь, много не сказал, но и хорошего тоже хочу сказать, там действительно школа такая была хорошая, потому что тебя просто выбросили в поле, сказали, вот врачи, вот клиника, руководи ими. Поэтому за этот год очень было приобретено много опыта, много, скажем так, хорошего я получил в том числе. И от коммуникативных навыков, и в плане общения с людьми, с пациентами, с врачами. Почему решил вернуться? Наверное, вспомнил о том, что все-таки город Москва обладает более лучшим климатом. Если сравнивать, изначально я был в Сочи, где была жара, потом я жил в Красноярске, там минус 40. Вот этот вот плюс 40, минус 40, я понял, что, наверное, средняя полоса России – это идеально. Лучшего города, чем Москва, в России, я представить себе не мог, учитывая, что, тем более, у меня был опыт жизни, у меня здесь остались друзья. Я решил, почему бы не попробовать приехать еще раз, скажем так, ну, попробовать счастье во второй раз. В 22-м году, как я сказал, у меня оставались друзья. У меня один друг сдал свою квартиру на Ленинском проспекте. Я заселился туда, двухкомнатную, и прожил там примерно, ну, наверное, около 8-9 месяцев. Параллельно я трудоустроился в частную клинику на должность ночмеда, это под главным врачом. И работал там, набирался дополнительно опыта, потому что мне хотелось еще попробовать немножечко разницу, почувствовать. Все-таки Сибирь, Красноярск и степень руководства врачами там одна, там свои, да, какие-то паттерны. Мне хотелось еще попасть и понять, как главный врач работает в Москве. То есть мне интересен был еще этот опыт, зацепить, какие есть нюансы, какие есть подходы, потому что все равно Москва, бизнес, процессы все равно совсем другие. И подходы к ним совсем другие. Вот мне хотелось именно этого. Сколько тебе платили и сколько тебе обходилась аренда жилья у друга? Аренда жилья мне обходилась в 55 тысяч рублей в месяц. Зарплата у меня была, сейчас скажу, 120 тысяч рублей в месяц. Внимание, ребята, снимал он квартиру, вот вы мне говорите иногда, нельзя при человеке говорить в третьем лице. То есть я должен сказать, не он, а Глеб снимал квартиру. Я учусь на ваших комментариях. Просто нужно высказывать ваше мнение культурно не так, что ты тебе, ты че там, бля? А Дмитрий, обратите внимание, мы совершили ошибку. И вот все сразу, Глеб снимал квартиру за 55 тысяч рублей в силу того, что квартира располагалась в хорошем районе Москвы. Ленинский проспект неподалеку, станция МГУ, университет, Московский государственный университет, райончик хороший. И потом происходит момент, что начинается любовь. Ты знакомишься с девушкой. С девушкой мы познакомились тогда как раз таки из-за санкций. У нас приложение там на букву Т, не знаю, можно ли говорить. Не надо, нет, все, блок приложения, мы им, ответные санкции. Ты знакомишься в нашей социальной сети, в ВК. В ВК, да, ВКонтакте, как говорится, импортозамещение работает. Да, Павел Дуров первый ее забрал, не забываем об этом. Да, да, да. Знакомимся там, соответственно, встречаемся, друг другу нравимся, там, с первого, можно сказать, взгляда. Вот, какое-то время я еще продолжал жить у друга на квартире, потому что, ну, я знал о том, что у нее есть своя квартира, но как-то навязываться, там, настаивать на том, что давай-ка я к тебе перееду, да, давай-ка побыстрее. Ну, как-то, не знаю, не хотелось быть вот в таком вот положении, вот, и поэтому где-то около, наверное, больше полугода мы с ней, вот, я живу себя на съемной квартире, она жила, собственно, на своей квартире. А теперь вступает Дмитрий Комментатор, открывая на широкий угол, длинную историю сделать короткой. Диана москвичка. Да. У Дианы есть родной брат, у Дианы были родители. Да. От родителей Диане и брату достается по одной квартире. Да. Одна квартира в этом доме, это однокомнатная квартира, куда мы сейчас с тобой отправимся, и где-то здесь, в районе неподалеку, тоже однокомнатная квартира, в которой проживает брат. Угу. Общаясь с Дианой, ты узнаешь то, что брат уходит служить в армию, освобождается квартира, Глеб предлагает заехать в эту квартиру на платной основе, зачем снимать у кого-то, когда уже можно, так сказать, в семью. В семью начать заносить денежку. Вроде бы как сначала, да, ок, но какое-то время так случилось то, что ты пожил здесь. И так сказать, Глеб зашел со своими чемоданчиками, со своей зубной щеткой, и уже сколько год ты здесь живешь? Ну, в летом, да, в летом будет год. Вот, 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 с чем я тебя поздравляю. Так сказать, у нас, знаешь, у нас же люди любят, а, учился, был врачом, но в итоге удачная свадьба, условно, сыграла так, что теперь есть квартира. Подчеркиваю, ребята пока что еще не женаты. Ну что, Глеб, я думаю, самое интересное, вот теперь прям по-живому пойти сюда. Это у нас домик советский, старенький. На каком этаже квартирка? На 11 этаже. С балкончиком? Да, да. Рядом детский сад, старенький. Вот вы периодически, да, слышали, что поезд есть. Вот покажи, прямо, пожалуйста, вот сюда, вот в эту сторону аккуратно плавненько возьми. Вот здесь, прямо, можно сказать, под окнами проходит станция МЦД, да, железные пути, железнодорожные пути. С регулярной периодичностью проезжают поезда, естественно, посторонний фоновый шум, ну а так вот оно. Вторичка, друзья, ничего нового не расскажем, вот как обычно. До метро от подъезда сколько идти? Ну, если опять же по ЖД путям срезать, то есть мы сейчас с вами пошли по более широкому такому проходу, а по ЖД путям минут пять, наверное. Ну, то есть, в принципе, тоже, да, близко. Да, близко. Утром проснулся, оделся и поехал. Вот ты ездишь в основном на машине на работу? Сейчас, да. А до этого ездил на метро? Всегда, да, только на метро. Ну, сколько тебе от дома до работы на метро занимало по времени? Час, два автобуса, то есть пересадка одна, вторая, и две пересадки на метро, то есть суммарно это все час занимало. А на машине? На машине зависит от времени выезда, то есть если мы едем, допустим, с утра, то это может быть 30 минут. Если мы едем уже чуть-чуть попозже, там, условно говоря, в 8, в 9, то это уже, ну, час, целый час занимает. Короче, тошно то, что еще и на машине. Да. Ну, захотелось на своей, да? Захотелось, да. Ну, у меня Диана, скажем так, немножечко меня в этом плане подстимулировала, о том, что нужно, о том, что нужно, ну, уже свою, так сказать, автомобиль приобретать. Ну, и комфорт все-таки, потому что пересадки, так или иначе, это заставляет немножечко дополнительно страдать. С точки зрения подъезда, вот мы заходим, консьержа у вас тоже нету, но какие-то вот неприятные гости в подъезд приходят. Приходили гости до момента, пока не поменяли кодовый замок, то есть там была такая, ну, проблема, что, скажем так, заходили лишние люди. Сейчас, после того, как это поменяли, ну, в принципе, никаких гостей незваных мы не встречаем. Под кассир же, да, место есть формально, то есть он может присутствовать, но сколько я здесь живу, ни разу его там не видел. Ну, люди просто-напросто не хотят скидываться, это, собственно, абсолютно. Наверное, да, это же стоит. Короче, друзья, смотрите, Глеб-то у нас врач, он более такой, видите, культурный, сдержанно, говорит, неприятный там. Как ты сказал, люди какие приходили? Незваные гости? Ну, посторонние, может быть. Посторонние. Приходили всякие алкаши, наркоты, в первую очередь, потому что алкашу ему что, ему все дозволено, он на лавочке может выпить. А вот наркоты, они повсюду есть, они заходят в подъезд, и об этом может, в принципе, многие даже не знать. Вы думаете, а, это там, там живут, они, точнее, туда не приходят, сюда не приходят. Вы выйдете просто ради своего интереса и пройдите по вашему подъезду, а именно по лестничным площадкам, вот этим, по спускам. И посмотрите, что у вас там прячется в батареях, на подоконниках, на балконах, если они есть в вашем доме. Вы можете быть неприятно удивлены. А если у вас все чисто и аккуратно, то я вас сердечно поздравляю, у вас вот этих вот неприятных людей, этих пердунов вонючих нету, слава богу. Таким образом, мы уже возле квартиры, пойдемте в гости. Так, ребята, 32 квадратных метра, правильно? Да. Плюс балкончик. Мы заходим, квартира, в принципе, с ремонтом, ну, как сказать, старым, который здесь был сделан когда-то, когда-то, когда-то. Местами, да, видите, стены так, типа лофт, назовем это так, стиль. Но очень чисто и уютно. Так, значит, по-домашнему. Ты пришел домой, вот так выглядит, да, реалии, когда у тебя нет какой-то помпезности. Но в тот же момент, подчеркиваю, в квартире живет кот, но каких-то посторонних запахов от кота я не чувствую. Вот антресолечка, баночку с вареньем поставил, раз, достал огурчик, под картошечку сел, отужинал. Заходим сюда, у нас, получается, первая, единственная комната, которую мы назовем комната. Не гостиная, не зал, а комната, где балдеет Глеб на диванчике у нас присутствует. Как это правильно, пианино или? Или фортепиано. Или фортепиано. Смотрите, друзья, вот сейчас будет прикол, да? Нет. Ну, почувствовали, да, я так немножко наиграл композицию из фильма «Бумер». Здесь вставлена кровать широкая с подъемным механизмом. Шкафы встроенные, ну, так не встроенные, а большие. В общем, быт максимально прост. Ковер, который я регулярно встречал всегда у своих друзей, когда там в 96-м, в 2000-м году бывало приходил в гости. Далее, мощный радиатор. И в этом есть своя изюминка, потому что открывая балкон, он правильной прямоугольной формы, он утеплен. Здесь на балконе есть дополнительный подогрев пола. Но при этом Глеб отмечает, что в зимнее время, вот открыв пространство, так циркулирует воздух и прям вообще идеально комфортно. Зайди, пожалуйста, сюда. На балконе есть дополнительное рабочее место, где вы можете полазить в интернете, поиграть в компьютерные игры, если есть у вас такое увлечение. Вид во двор. Что есть? Рядом с нами идет стена, которая перекрывает, в принципе, окно в окно к соседям. Тем не менее, все равно можно там некоторых увидеть. Но, на мой взгляд, вот такое расположение, чем не бизнес-класс. Вот сегодня посмотришь, современные дома, которые строят новостройки, на расстоянии вытянутой руки дома стоят. Идем дальше. Совмещенный санузел. Так было сделано от застройщика. Я вообще больше в целом, конечно, считаю, что совмещенные санузлы поинтереснее, чем раздельные. Но здесь мнение у людей разделено всегда. Ну и кухня, собственно. Подчеркиваю и напоминаю, что эта квартира досталась девушке Глеба от родителей. Это здорово, поэтому кто-то, если захочет сказать, ну, я не знаю. Да это счастье для москвичей. Многие злятся. Вот вам, москвичам, там квартиры достаются за большие деньги. Вот такая квартирка. Я думаю, в этом районе она будет стоить, даже не глядя на доски объявлений, плюс-минус, скажем так, 9-12 миллионов рублей. Вот 13 миллионов, ребята. Ты смотрел совсем недавно. 13 миллионов за вот такую квартиру. А почему бы, например, не выставить квартиру на продажу? Ну, смотрите, давайте так. Сыграть свадебку, выставить квартиру на продажу и купить на вторичке, к примеру, или в новом доме. Двушечку, может быть, трешечку. Вот такие мысли. Ну, здесь нужно с Дианой общаться. То есть, это ведь ее квартира, ее собственность. Но в целом, мысли, если именно говорить о будущем, они тоже такие немножечко проскакивают. То есть, у меня до сих пор стоит трехкомнатная квартира, которая сейчас сдается в аренду. Есть эта квартира. В принципе, если мы сложимся, скажем так, продадим это и это, можно, я думаю, вполне такой неплохой вариант, о котором ты сказал, продумать. Слушай, а сколько квартиры трехкомнатные? Какая она площадь примерно? 60 квадратов там. Сколько она вот в этом доме, ты не смотрел примерно, почему она там? Смотрел. И для тех, кто знает порядок цифр в Москве, будет очень смешно. Если вот эта квартира, я смотрел, 13 миллионов, как я сказал, то в Красноярске трехкомнатная в самом центре, можете загуглить улица Декабристов, она стоит 6 миллионов рублей. 6 миллионов, это может быть, как ты говоришь, для Москвы, там тут скажут, о, смешно. А для Красноярской с местными зарплатами, с местными возможностями, это, само собой, это 6 миллионов. Про это тоже нужно не забывать. Расскажи, как вообще в целом быт проходит врача, и у тебя девушка занимается, она работает фитнес-тренером. Верно, да. Сколько времени ты проводишь на работе по часам и по количеству дней в неделю, и то же самое, сколько работает она? У нее более плавающий, более свободный график, потому что она работает относительно своей записи, то есть у нее формируется поток людей, которые приходят, она их кучкует. То есть, условно говоря, у нее график с понедельника по субботу, где-то 3 часа работает, где-то она 8 часов работает, в зависимости от количества людей. Персональной тренировки. Да, введения персональной тренировки. В моем случае более фиксированные ставки, то есть я работаю 5-2, по 8, по 9 часов, в зависимости от нагрузки. Иногда, понятно, бывают сверхурочные какие-то, если там какие-то проверки, либо еще что-то, там можно и несколько дней подряд, и без выходных, и 2 недели подряд, но все зависит от ситуации. Но классически это 5-2, где-то 40-45 часов в неделю. Одни из плюсов вторички, таких вот спальных, я бы их назвал, райончиков. Дома вроде бы высотные, но очень много пенсионеров. Соответственно, вот будний день наступил, как мы видим, мест свободных очень много, но и здесь, прямо можно сказать, с твоего окошка относительно, да, видно парковочное место, где стоит и ждет тебя твоя ласточка. Вот, кстати, смотрите, шикарная возможность, вот так вот выглядят. Электрички под домом, шумновато, вот ночью это слышно? Да, да. Сильно? Мешает это или после того, как балкон остеклили, не мешает? А до этого, да. Прям фонит, да, сильно? Опять же, как белый шум, да, наверное, уже со временем люди, многие привыкают, и для тех, у кого это прямо под окном, норм. Слушай, Глеб, вот сейчас кто-то скажет, ну блин, ну так все хорошо начиналось. Умный, культурный, врач. Но купил себе, читается, да еще и о моду. Глеб, ну как такое возможно? Так еще, ты повесил себе номерочек, а триколорчик-то убрал. А это, знаешь, так обычно делают люди так вот, для красоты, для блата некоторого. Когда-то я интересовался вопросом, не понимая, почему вообще убрали триколор. Ты знаешь эту историю? Ну, эту байку. Нет, нет. Не знаешь? Нет. То есть ты его почему убрал? Я убрал, потому что мне визуально больше нравится чуть-чуть отличительная способность, чуть-чуть отличаться от других потоков. Байка ходила следующая. Я как-то раз задавался вопросом людям, кто этим занимается, такие номера делают. Я говорю, а почему? Ну, поговаривают, что когда-то в какие-то времена для спецслужб, якобы, для некоторых автомобилей специально убирали триколор, для того, чтобы сотрудник ГАИ знал, что ага, если его нету, то типа что-то там, как-то какой-то там непростой человек, возможно сотрудник. Подчеркиваю, уверен, что это какая-то байка, но тем не менее именно такой ответ мне дали. Почему ты выбрал ее? Мне хотелось седан, я не фанат кроссоверов, у меня была предыдущая машина Mazda фамилия в Красноярске, она 2002 года выпуска, на ней я отъездил, получается, в общей сложности 3 года, но пока был в Красноярске. И седаны, в принципе, по фактуре, они мне больше всего заходили. Когда я хотел себе приобрести, ну, сейчас современный автомобиль, скажем так, я рассматриваю разные варианты тоже седаны, но те, которые я хотел, европейский вариант, европейские бренды, они там стоят 3-3,5 миллиона, ну, в такой ценовой категории денег таких возможностей не было. Вот, а если брать что-то из новых автомобилей, то кроме как китайских вариантов не было других представителей. Сказать что-либо про машину сейчас невозможно с точки зрения плюсов, минусов, потому что у нее пробег 488 км, он прям буквально на днях ее, можно сказать, купил, и пока что у человека еще свежие эмоции, поэтому пока что ласточка, пока всем радует, ну, и дай бог, чтобы так и продолжалось. Очень часто люди говорят, вот вы претесь в эту Москву, ну, нахрена тебе надо, вот он, время, смотрите, ребята, я не выпендриваюсь часами, но тем не менее, 12-13, а мы едем с тобой, толкаемся по пробкам, вот здесь вот эти выхлопные газы, высокая цена на недвижимость, нахрена оно надо. А ты при этом мне говоришь то, что мне город нравится, все нравится, вот объясни, пожалуйста. Ну, мне нравится развитостью в целом, как города, то есть все здесь в целом сделано для людей, если сравнивать с другими городами, та же самая вот эта вот доступность транспорта, возможность действительно в моменте, если при большом желании у тебя есть какое-то желание там чем-то себя занять, ты можешь найти, ну, на любой вкус себе развлечения, чего ты там, допустим, лишишься в другом городе, так или иначе, опять же, доступность к другим регионам, то есть, когда я был в Красноярске, мне, чтобы долететь на самолете до Сочи, это 6 часов было полета. Мне очень нравится климат здесь, я устал от жары в Сочи, я устал от холодов в Красноярске, и в целом Москва это такой средний вариант, который меня устраивает. Очень нравится здесь вот, если брать, допустим, самих людей, вот часто я слышу вот такой вот стереотип, что вот москвичи, они там какие-то там зажравшиеся, они там, ну, неприятные люди. И такое часто бывает, когда возникают, скажем так, ну, не прям коренные люди, не прям коренные москвичи, то есть те люди, которые приехали из регионов, какое-то время пожили в Москве, вот, и у них сложился стереотип о том, что они стали москвичами. Вот они могут себе позволять какие-то, ну, скажем так, не совсем корректное поведение. А вот сколько я общаюсь именно с истинно коренными москвичами, я вот сталкиваюсь с таким вот каким-то, с добротой, с пониманием, с хорошим расположением, с какими-то дельными идеями, то есть никакого такого антипатии, никакого негатива я от них вот в своей жизни не встречал. Может быть, это просто люди так, ну, к себе притягивают, но вот мне всегда было комфортно общаться именно с теми людьми, которые здесь вот являются так называемыми, так называемыми коренными москвичами. Здесь такой город большой, людей очень много, и вы также встретите зарплаты на уровне, там, 40 тысяч рублей. Есть, опять же, расхожий миф, что там все зарабатывают от 100 тысяч рублей, надеюсь, он уже не миф, вернее, уже, как говорится, не все это мыли. Развеян. Развеян, да, будем так говорить. Тем не менее, здесь также есть врачи. Я работал в тех местах, где тут доктора в Москве сейчас получают 30 тысяч рублей, хотя, казалось бы, 2024 год на дворе. Тем не менее, есть места, где врачи в других абсолютно условиях получают 150 и 200 тысяч рублей. Все зависит от того места, где вы будете трудиться. Сложно ли здесь найти работу? Если вообще нет опыта, всегда нужен опыт какой-то, нужно какие-то базисные знания, то место, где ты учился, и самое важное, это цепляться за те места, за те руководящие там, или там обычные позиции, чтобы получить тот самый необходимый опыт. 55 минут в пути, и мы перемещаемся в район Очаково-Потвеевский. Здесь неподалеку находится район Раменки, Мичуринский, МГУ. То есть само по себе местечко, скажем так, по меркам Москвы, ликвидное, востребованное, дорогое. Вот в этом доме, который вы видите, чувствуется сразу богатый такой дорогой домик. Находится частная клиника. Она находится вот между двумя этими высотками, вот в том четырехэтажном здании, туда мы сейчас направимся. Это окружают нас пациенты, собственно. Ага, ваши. Те самые состоятельные люди. Да. Смотри, в этой клинике ты работаешь последний год или сколько? Ну, последние полгода я здесь работаю. С момента открытия, как мы в августе 23-го года начали свою работу, с этого момента я, собственно, и там работаю. В возрасте 31 год, получается, ты устроился, верно, или тебе уже 32 года? Мне уже было 32, я устроился сюда, да. Друзья, для чего я это все подвожу? В 32 года, вот пройдя по всей вот этой, так назовем ее, карьерной и жизненной лестнице, ты доходишь до того, что в Москве открывается новая частная клиника, куда ты заходишь, внимание, к главным врачам. Чтобы понимали, над тобой есть только генеральный директор, назовем его так, руководство. Да. Уже клиники. А среди врачей ты самый старший. Да, верно. Круто. Ну, мы можем как-то, не коммерческая ли это тайна, вилочка по зарплате, потому что мы в рамках этого сюжета проходили по всему этапу, как твоя зарплата росла. То есть с 31 тысячи ты начал и... Да, да, и с 31 закончил. Шучу. Долларов. Да. Сейчас, если при условии, что у нас есть базовая часть, базовая окладная часть, это 150 тысяч рублей, и плюс проценты от выполнения выручки. То есть так как клиника сейчас молодая, мы только развиваемся, у нас, естественно, выручка не такая большая, как могла бы быть, но по мере роста, естественно, развитие будет и развитие по заработной плате. Таким образом, оклад 150 и дальше процент. Ну, ты вообще можешь какую-то вилку сделать, например, вот сколько этот процент может быть, там, 20 тысяч, 300 тысяч, именно то, что уже заработаешь непосредственно ты, ну, какие-то перспективы. На данный момент или перспективно? Ну, вот на данный момент теперь перспективы. Я это спрашиваю с одной простой целью. Для того, чтобы те, кто смотрит, возможно, смотрит, там, хоть сейчас, допустим, там, 22 года парню, вот он заканчивает медвуз, у него становится, может быть, кто-то начал работать, именно как понимание, что его ждет в будущем, до чего можно дорасти. Я понял. Ну, тогда в таком случае могу сказать, что реально вилка по процентному дополнительному доходу может, там, достигать 20, 30, 40 тысяч рублей. Если клиника развивается там до каких-то, ну, не скажем, галактических масштабов, ну, до средней руки, со средним оборотом, то, я думаю, вполне может и 50 тысяч рублей, и 70 тысяч рублей. Короче, 200, 250 я прям так запасом возьму, как бы, в принципе, делать будет можно. Ну, это прям на перспективу, да, да. И вот здесь я хочу задать последний вопрос про финансы. Какой вообще потолок на сегодняшний день ты видишь для себя с точки зрения дохода врачом? Вот, например, поработаешь ты здесь, там, год, два, три, пять, десять лет. Какой вообще максимум можно зарабатывать врачом? Вот если мы говорим на честной, естественно, основе. Руководителем или стандартным? Вообще, вот как ты, вот ты как вот сам думаешь непосредственно ты, своими знаниями, навыками, до какой зарплаты ты можешь дойти как предел, где выше уже будет, ну, просто нереально? Ну, тогда, я думаю, до полумиллиона в целом можно дойти. Я думаю, наверняка я существую в такие места, куда можно с моими навыками, с моими знаниями пойти работать и вот в пределах этой суммы получать. У меня есть ряд примеров, скажем так, с других организаций, с кем я общался. У меня есть тоже коллеги, главные врачи из других организаций, сколько они получают. Ну, вот 300, 400, 500 тысяч рублей – это вполне на данный момент текущих реалиях реальная сумма. То есть, досягаемая сумма, то есть, делать как бы врачом можно. При этом, 5-2 работаешь, не так, что там не вылазишь из клиники, то есть, это реально. Ну, главный врач все-таки – это позиция руководящая, много ответственности закладывается, как перед врачами, твоими сотрудниками, так и перед нашими органами, которые опеки и попечительства, я их так называю. Теоретически можно, но это единицы, способные 300 тысяч генерировать именно на работе с пациентами. Это прям вот многопрофильные специалисты с большим запасом пациентов. Именно как руководитель, да, вот эти деньги, которые я озвучил, вполне верно. Не возникало ли никогда у тебя мысли выучить… Speak English. Hi, I'm Gleb, I'm from Russia, but I want to go to USA working… – Доктор? – Да. – Money, dollar. – Dollar. – Give me money. – Да, ты выучился английскому языку, знания у тебя есть, медицина, там, лечение врача, ну, я так, наверное, думаю одно и то же же, как в целом. Не бывает же лечения одной болячки разными методами. В Америку, как у нас каждый, в Америку, а там ты бы ездил бы на новом бы, Лексусе, а не на Амоде, у тебя был бы большой дом. Ну, долг, понятное дело, на 30 лет перед банками, но тем не менее. – Мысли такие возникали. У меня была мысль поехать изначально в Чехию, я учил даже чешский язык, был такой опыт, когда я в Красноярске еще жил, уже после возвращения из Москвы. Но сравнивая Чехию и Россию, я понял, что там большого качества жизни, вот такого прям скачка я не получу. По поводу США, там есть ограничения по становлению тебя как специалиста, как врача, то есть там нужно докторантуру заново проходить. Это около 5 лет обучения. – А, точно, у них же там заново надо будет учиться. То есть наши дипломы, прочее, не котируются. – Не котируются, да. И поэтому даже при огромном желании, это ты изначально, когда ты заходишь уже туда, в эту страну, ты должен пойти учиться, тебе нужно взять кредит, потому что там обучение тоже стоит немалых денег. То есть это сразу у тебя, ты приходишь и в долги. И плюс, сравнивая уровень жизни, здесь ты главный врач, а там ты интерн, ординатор. – Фолфон, по-русски говоря, фолфон, ребята. На позитивной ноте я предлагаю отправиться к тебе, ну, как минимум, в рабочий кабинет. Значит, смотрите, далее вывеску показывать не будем, потому что это не какая-то не рекламная интеграция. Тебе вообще огромное спасибо, что пригласил, и у нас есть возможность зайти к тебе в клинику, потому что там ты сейчас расскажешь интересные истории из работы, когда люди приходят и начинают наживаться на проблемах. Выпуск с Глебом должен был получиться на 2 часа 20 минут. Вдумайтесь в эти цифры. А все очень просто. Сегодня вы видите первый час, и еще второй час мы записали с ним в клинике, где он ответил на ряд вопросов. Рассказал про так называемый потребительский терроризм, когда люди, работая в крупных компаниях, не хотят работать, и только и живут на вот этот вот ДМС. То там на больничном, то там на больничном. Денежки плати, я делать ничего не хочу. И много всего интересного, в том числе, как приходят люди, пытаются записывать врачей. Не так, что, знаешь, типа выздороветь хочу, а просто в каждом слове пытаются к чему придраться, чтобы потом шантажировать. Об этом тоже было много сказано. Я думаю, многие мужчины и женщины из вас разделят мою мысль, что когда у тебя вдруг что-то заболело, ты не сразу бежишь к врачу. Ну нафиг надо, сейчас придешь, начнут по ушам ездить, либо же мало ли что, отлежусь. Я задал Глебу ряд вопросов, как вообще самостоятельно, например, поддерживать себя в хорошем состоянии, здоровом состоянии. Чего может быть отказаться из питания, вредные привычки и так далее, и так далее, и так далее. Много я им вопросов задавал, потому что вторая часть, она должна быть 1 час 20 минут. Именно поэтому я вам предлагаю подписаться на канал. Чуть позже я доработаю этот видеоролик. Возможно, в будний день его выпущу, потому что там действительно полезный материал. И прям соответствующее название будет. Собственно, можно будет посмотреть полезную информацию, подчеркнуть. Я считаю, что так будет правильнее. О планах на будущее. Вот вообще в целом скажи мне, ты не пожалел, что ты вообще выбрал профессию врача? А может быть за период этих 10 лет, ты подумал, блин, надо было идти куда-то в другую сферу, где можно было бы больше заработать. Или в целом тебя все устраивает, и ты дальнейшее свое развитие и свои перспективы видишь как светлые, процветающие. Я понял. Ну, скажем так, немного, наверное, это более отсрочный такой период жизни. Я имею в виду достижение каких-то результатов. Потому что мои друзья из других сфер, там, когда ты, допустим, только на пятом-шестом курсе учишься, доучиваешься, они все спрашивали, а сколько тебе еще? О-о-о, ну там типа, ну учись, учись, да. Сами в это время там имели возможность уже там куда-то поехать, в отпуск, да, там что-то куда-то потратиться. То есть там были, допустим, тоже друзья, там персональные тренера, которые пока я зарабатывал 30 тысяч рублей, они там могли 200 тысяч рублей зарабатывать, причем в том же самом Красноярске. То есть, конечно, вот этот вот диссонанс некий, ну, вносил немножко, я-то задумался, а действительно, правильно ли я выбрал стезю, а правильно ли я выбрал направление. Ну, дело в том, что медицина, она очень многогранна, очень много направлений. Особенно, когда в моей жизни появилась вот эта вот стезя еще руководителя, это же менеджмент. У нас в России менеджменту как таковому, ну, не обучают. Это такой навык больше прикладной. То есть ты либо умеешь общаться с людьми, либо не умеешь. Вот и все. Поэтому, учитывая, когда вот появилась еще вот эта стезя дополнительная, что я и доктор, могу людей помочь, могу им действительно дать им здоровье, да, вылечить их, для меня это очень важно. И руководить людьми, то есть общаться, достигать каких-то совместных результатов. Я ни о чем не жалею. Мне очень нравится работать. Смотрю в будущее с большими перспективами, потому что, ну, я не думаю, что действительно человеческий труд, именно как врачей, он будет как-то заменен на какие-то искусственный интеллект или что-то такое. Хотя был период времени, я работал в искусственном интеллекте, но полноценно врача именно не заменят, я думаю, ближайшие года. На мою жизнь хватит. Хорошо, слушай, а вот если я тебе поставлю вопрос так, вот не было бы у тебя этой квартиры в Красноярске, или вообще тебе мама скажет, типа, ну, сыночек, ты уже взрослый, квартирка моя, до свидания, то есть на нее не рассчитывай, первое. Второе, вот у тебя сегодня девушка, отношения складываются, а что если у тебя была бы девушка, которой не было бы квартиры, и которая жила бы вместе с тобой в твоей съемной квартире, вот ты платишь там 50 тысяч рублей каждый месяц, и, соответственно, она тоже работает, но у нее доход пусть даже будет такой же, как у тебя, или может быть чуть меньше, чуть выше. Вот в такой, скажем, в таких условиях ты бы себе вообще смог бы позволить квартиру в текущих реалиях? Ты вот об этом никак не задумывался со своими доходами, с учетом того, что ты уже как бы немало получаешь? Сколько бы ты лет бы копил бы на эту квартиру и вообще? Ну, я думаю, что в текущем наших состояниях, в текущем государстве, в принципе, возможность накопления, она как таковая, ну, нивелируется, потому что каждый месяц, каждый год что-то новое происходит, ситуация кардинальным образом меняется, и сейчас мы переходим больше такой на европейский такой, мне кажется, лад, когда мы живем, начинаем жить в кредит. То есть у нас что не покупка, что не приобретение, это какие-то кредитные средства, так, чтобы свободно вытащить эти деньги, там, не знаю, несколько миллионов рублей и вложить их в какой-то из своих проектов. Ну, на данный момент, я думаю, средняя полоса, может быть, и большая часть людей не имеет такой возможности. Поэтому если абстрагироваться от наличия собственного жилья, допустим, моей девушки Дианы, у которой есть собственное жилье, я думаю, что глобально моей перспективы, мой жизненный путь, он бы не изменился, потому что я не живу в эйфории от того, что у меня есть эта квартира, и я не надеюсь на то, что я буду всю жизнь ее задавать. Всякое может быть, все может случиться, и, в принципе, образ жизни построен таким образом, что я не надеюсь только лишь на эти квартиры или только лишь на совместный прижиток. В любой момент можно, как говорится, провести ребрендинг своих, рефинансирование своих доходов, своих затрат, и поэтому я думаю, что... Ну, да, и, скорее всего, возможно, вместо автомобиля бы и прочих бы расходов ты бы уже давным-давно бы вписался в ипотеку и платил бы те же самые денежки, может, чуть больше, может, чуть меньше, в зависимости от того, когда бы ты на это созрел бы, и платил бы, как все, собственно, за свою квартиру. Ну, давай поговорим о позитивном. Вот на сегодняшний день светлое будущее для врача Глеба, может быть, когда ты через 5-10 лет зайдешь на этот выпуск, посмотришь, вот тебе сегодня 32 года, светлое будущее для тебя, там, успешное будущее, это какое, что ты должен достичь, раз, какая у тебя должна быть зарплата, два, ну, и в целом о жизни, вот какие-то вот такие три момента, дай обратный свет. Ну, есть такая вот, очень не люблю, когда говорят про успешный успех, вот, поэтому, наверное, самое главное, чтобы, как говорится, был здоров еще, и деньги были, да, хочется, наверное, чтобы в 37 лет руководил клиникой, которая вот из однопрофильного учреждения станет многопрофильной. По поводу денег, уровень денег, ну, наверное, не сильно заботит, поэтому какого-то конкретной цифры мне не нужно добиваться, я бы не хотел там, не знаю, там, 2-3 миллиона рублей. Как-то я на это больше, ну, смотрю, не знаю, с каким-то, может быть... Ну, а жить как вот, 2-3 миллиона, ну, по-моему, дело не хочешь, ну, тебе же в любом случае, ну, квартиру, ну, машину, там, одеваться, обуваться, потом ребенок поесть, там, ребенка одевать, обуваться, держать. Ну, что же важно? Деньги-то они мне, знаешь, мне тоже на них плевать, многим может на них плевать, но они как бы просто необходимы, они, к сожалению, нужны, тут рыбы не получится с тобой, я пойду наловлю рыбу, принес себе рыбы дал, а ты мне там, не знаю, посмотрел меня условно. Ну, тогда, переводя на текущие реалии, если это многопрофильная клиника, если я успешный руководитель, то, ну, наверное, в порядке на текущие деньги это, там, 300-400 тысяч рублей ежемесячного дохода. Это своя квартира, двух- или трехкомнатная, в пределах МКАД, наличие, собственно, автомобиля у меня и у Дианы. Наверное, вот... Базис такой, который уже будет здорово, да? Да, да. Ну, вот, друзья, смотрите, ну, а потом какую-нибудь, может быть, там, дачку, да, возле МКАДа или подальше. Ну, и все, вы же любите выезжать куда-то, там, домики снимаете, а так будет какое-то свадебное местечко, что-нибудь построить. Ну, вот на этой позитивной ноте мы с вами и заканчиваем. Я считаю, что герои выпуска как минимум заслуживают лайк, я же как минимум заслуживаю подписки на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ваше мнение об его жизненной истории высказывайте в комментарии. Вполне возможно, что кому-то из вас или ваших детей этот сюжет будет полезен, ведь профессии врачей очень нужны и важны. И в целом, не забывайте, все профессии нужны, все профессии важны. У меня на этом все. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Пока. Пока.